Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa ремейк первой части легендарной игры Half-Life. Мы находимся, как ни странно, в лаборатории Black Mesa. В последней серии мы преодолели вот это достаточно непростое препятствие, нам нужно двигаться дальше. Какой-либо конкретной цели у нас нет, мы стараемся выбраться из этих комплексов. И, кстати говоря, прошу прощения, я сказал, что Вартигонты это рабы Альянса, но на самом деле да, я просто запамятовал, это было настолько давно, что даже не правда. Короче говоря, Вартигонты это рабы Нигеланта, собственно, который воевал с Альянсом. И после того, как мы в первой части, как мне написали, разберемся с Нигелантом Альянс через их измерение Зен, атакуют Землю. Так что вот такая вот завязка, я ее, честно говоря, подзабыл. Что-то меня притормозило, но это я только игру включил, она еще не полностью прогрузилась, я успел маленько отдохнуть, поспать. Вчера-то я просто вообще уже на фане сел и три серии записал. Хорошо. Куда-то мы попали на другую сторону этой пропасти. Здесь у нас что с мостом произошло? А, ну мы тут были, да-да-да. Вон оттуда мы пришли. То есть вот так вот спустились, прошли там, поднялись, все понятно. Мне бы пушку получше, конечно. Ой, блин, мне показалось, что это этот... Какого там? Барнакл. Ну то есть свисающий с потолка. Щупал. Создание. Офигительно сделанное оружие, забрызгивается слизью, их кровью. Это лифт, что ли? Это хорошо. Кругом-кругом шевелятся эти жучки. Какие-то непонятные. Сюда мы, к сожалению, попасть не можем. Ну ладно. Очень многие написали, что, мол, почему-почему ты не отламываешь, то есть не ломаешь ящики? Ну, не эти, конечно, а деревянные. Ну вот не ломаю. Как-то особо нужды в этом... Ой, тихо. Что-то на ящике нарисовано, что это взрывчатка. Не очень хорошо, по-моему, да? Не нужно его бить. Так, мне эта взрывчатка ни в чем не поможет. Может, с ее помощью что-то разнести нужно? Да вроде нет. Посмотрите, сколько тут взрывчатки разнообразных. Ну вот, может, этот ящик разлетится и что-нибудь это изменит. Я сомневаюсь, конечно. Ну так, чисто проверить. Хорошо. Из ящика по итогам вывалились какие-то банки с колой. Ну ладно, все, уходим отсюда. Эксперимент признан неудачным. Так, хорошо. В случае аварийной ситуации потяните за эти рычаги и откройте двери. Написано на кулыркояток на двери. Удобно. У нас, товарищ, электричество вырубили. Просидел полчаса без света. Только вот вчера, на днях. Не, ну обалдеть, конечно. Вот на самом деле, вот так вдуматься, это просто ремейк на уровне оригинала, а возможно, где-то даже и выше. Его подогнали под современные стандарты. То есть и катсцены стали более такими продуманными. И выглядит все как-то более серьезно. То есть вначале вот этот, когда пробирался там через разрушенный научный комплект. Ладно. Короче, хотел сказать, был он немножко не по себе. Вот, как раз про это я и говорил. Отлично. Ой-ой-ой. Ну, замечательно. Дверь закрыта. Но я ему уже ничем не помогу. Так, у нас тут замечательная диспозиция. Отсюда мы не попадаем. Ну-ка. Так, подожди. И что у нас в ящиках хорошее? В ящиках у нас ничего. Ладно, давайте сохранимся, потому что если она сейчас закоротит, это будет достаточно обидно. Обидно. Так, тихонько. Так, ну если я туда пойду, то я попаду в эти комнаты, где у нас находился научный персонал. Одного из них только что утянуло, поэтому давайте проверим, что у нас тут. Блин, как-то тут не очень. Куда я иду вообще? Может, мне туда нужно было пойти. Так, тихо, спокойно. Что у нас тут вообще? Заброшенный вентиляционный лаз какой-то. Так, открап аккуратно. Не нужно кушать мою голову. Я, кстати, изменил разрешение, но по умолчанию, оказывается, стояло на легком. Это не очень хорошо я поставил. Стандартное. Тут, я думал, в первых сериях, почему так легко было. Так, парень, у тебя явно сегодня... Сегодня не самый лучший день, да? Вот рано, по крайней мере, мне дал. Спасибо тебе за это. Не знаю, как уж тебя там звали. Так, ну что это в итоге нам дает? Дверь не открывается и не поддается. Здесь у нас... Так, ну там все равно, поскольку мы явно не пройдем, поэтому толку-то ломать. Хорошо, идем дальше. И что, это все? А, ну понятно, я думал, тут у нас что-то серьезное есть, а тут у нас просто немножко патронов. Ну, в принципе, само по себе неплохо, поэтому возвращаемся. Оно того стоило. А вот так подумать, да, тут же еще Гортон Фриман, но по идее не оперившийся еще. Это во второй части он уже бандерлок, который там крушит войска Альянса, просто одной левой. А здесь это 27-летний ученый, который только состриг косичку. И оказаться в таком окружении, когда все вокруг умирают, это я не понимаю, что происходит. Это, по-моему, не очень приятно. 27 лет. Кушай. Попей колы. Так, колу он явно не хочет. Ну, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Блин, они уже кругом. Интересно, каким образом они вообще вот это вот образование, типа, являются? Так, ты в порядке, нет? Что-то ты, похоже, вообще в панике, в шоке просто, в ступор впал. Офигеть. Офигеть. Я, по-моему, переборщил с субтитрами. У меня аж пишется, что I can't use это. Какой смысл это вообще переводить? Только в диалогах давай. Короче говоря, субтитры тоже включаются не очень просто. В комментариях под первыми двумя видео написали, что несколько файлов из... Видишь, ну, нужно в рус переименовать в папки с игрой. И тогда они включаются. Ну, то есть они будут на английском языке, но... Так, мы вырубаем их тысячу, похоже, да? Врубается аварийное питание от генератора. Ты тут так и остаешься? Ну, ладно. Никуда не уходи тогда. Я не уверен, что с этой станцией в итоге все будет хорошо, но, по крайней мере, сюда вроде никто не пройдет. Хотя теперь пройдет дверь, разблокировались. Уж извини. Так, ну, у нас электричество вырубилось, и мы сможем... Костюм вообще не защищает от электричества, что ли? Слышу, слышу. А вот и вижу. Так, ладно. Тихо, ты один. О, тут у нас что творится. Ну, замечательно. Вот сюда лучше не наступать. Где-то рядом я слышу, один из них есть. Где-то... Дом где-то тут вот. Так, расписание смен. Хорошо. Так, ладно. Давайте аккуратненько, потому что задается мне, что... Так, аккуратно. Что, если я пойду туда, то вот это вот у нас останется сзади. Так, давай-давай-давай. Что у нас тут есть вообще? Для чего я сюда пришел? Очевидно, не просто так. Как минимум, вот туда нужно добраться. Так, меня не шарахнет вот этим напором. Наверное, оно не должно подниматься, в принципе. Хорошо. Что это нам дало вообще? Так, ну это уже становится привычным. Потихоньку освоились. Мне в ноги написали, что в начале вот эти вот фаеры... были. Были. Ой, что с тобой? Это брейк-данс такой, что ли? Ну ладно. Я понял, что фаерами можно поджигать врагов, но я этим не пользовался. У меня был человек с пистолетом, зачем мне это было делать? Я удивлялся, почему они не дают освещения. То есть... Собственно, вот и все, что я хотел сказать. Так, ну замечательно. Теперь я точно не дотянусь до нее. Хорошо. Так, ну по крайней мере, по крайней мере, мы выбрались, да? Тихонько, товарищ. Да он себя грохнул, судя по этим кровавым разводам. Он просто застрелился. Или нет, потому что оружия-то нет. Может кто-то уже забрал. Это что, антенна? Антенна вообще лоит? На такой глубине нет? Кот Шрёдингера. Который одновременно есть, и его нет в темной комнате. Охренеть, ты телевизор смотришь, что ли? Охренеть, твою мать, эти импульсы просто... Да откуда вас тут? Блин, я застрял. Так, ну что ж, ты, похоже, не вылезешь. Блин, это было неожиданно, ладно. Так, где ты там? Я тебя не вижу. Так, нужно быть поосторожнее. А тут я уже не знаю, в какую... Короче, всё раскидал, эта тварь. Она, похоже, на мерцание телевизора смотрела. Это обалдеть. Где все местные вообще? То есть я видел несколько людей, но их же тут, по идее, гораздо больше должно быть. Так, хорошо. Нам, похоже, туда наверх нужно. Давайте посмотрим. Я не очень, конечно, рад этому. О, ой, тихо так. Я понял, что это за место. Так, обойма отлично. Что радует, так это то, что фонарик не разряжается, как у второй халфе. Ну, замечательно просто. Это что за штука вообще такая? Автоматизированные турели. Но оно хорошо, конечно, оно может мне помогать. Но как мне сейчас выбраться отсюда? Короче, вырубилась система безопасности, похоже, да? Так, нам нужно как-то спрыгнуть и резко вот за этот ящик, что ли. Что ж такое с вами, ну? Хорошо, что на нас костюм, да? Тихо. Понятно, как ты работаешь. Роторный пулемет. Это же просто кошмар. Чем оправдан такое расточительство патронов вообще? Достаточно было поставить. Офигеть. Так, ладно, сейчас закроется, и мы бежим. Вон туда, что ли? Или сюда? Я думаю, сюда. Так, все, заехали. Понятно, хорошо. Так, замечательно. Это нам пригодится. Короче говоря, вот вас только и не хватало, мать вашу, за ногу. Для полного счастья. Мы уже что имеем в дело? Распространение инфекции, то есть этих хедкрабов, это практически... Практически зомби-апокалипсис. Нашествие инопланетян при этом. При этом теперь еще система безопасности нам будет мешать. Так, ну и мы прошли по кругу. Тут мы, в принципе, были. Тут у нас вот эта тварь смотрела телевизор. Хорошо. Придется идти туда и лезть на рожон. Прямо на нее вылезать сейчас. Так, ну пока она выключена. Ладно. Так, а за ней там что у нас? Вон туда мы можем как-то... Так, понятно. Тут у нас противоударное стекло. Хотелось, конечно, к ней туда сходить. Ну ладно. По крайней мере мы живы. Уже хорошо. Замечательно. Теперь, значит, нам еще с вами придется как-то разбираться. Но, как вы видели, это можно использовать... Тихо. Ты слышал крики? Сначала я. Хорошо. Почему нет субтитров? Только что... Блин, я не понимаю. Давайте попробуем все субтитры опять. Хотя там, конечно, вот эти навязчивые всякие... Звук выстрела. Звук разбитого того-то. Он не может использовать. Ну ладно. Спишем это на... Спишем это на... Костюм, который информирует нас о любых вообще действиях. Звук двери. Он мне говорит, чтобы я не забывал перезаряжаться. Субтитров нет. Ну ладно, тогда давайте вообще выключим, потому что... Мне, честно говоря, не очень нравится. Я, в принципе, все понимаю, что они тут говорят. Так, аккуратно. Ты у нас уже в годах, да? Хорошо. Только не говори, что это был последний день твой на смене. Перед уходом на пенсию. Так, что-то тебе, приятель, не повезло. Я слышу что-то. Я ничего не слышал. Кроме твоих вопросов. Там говорит, тихо, я что-то слышал. Это может быть помощь, второй голос. Так, ну они там затихарились, уже хорошо. Ребятки, я слышал, вы тут откройте мне, пожалуйста. Вон, вон они. Ну ладно. Я думаю, мы к вам еще. О, черт. Я тебя! Я тебя! Ты видел это дерьмо? Да, на куски порвало, ты прав. Я не думаю, что мы должны стоять вокруг. Ну я не думаю, что туда лезть, хорошая идея, давай уходим нафиг отсюда. Это какой-то пипец. Ты, похоже, будешь моим напарником. Я буду звать тебя Герасим. Потому что у нас в годах уже парень. Давай, Гер, пойдем. У меня ни малейшего представления, что тут происходит. Тихо и аккуратно. Со мной. Ой-ой-ой. Хорошо. Тау, прикрывай. Тихо-тихо, не ломись. Так, вортигон ты поперли. Короче говоря, это ошейники, это не комбайновские проделки. Да, конец этому определенный есть, не волнуйся. Мы выберемся отсюда. Твою мать, что тут вообще происходит-то? Извините, доктор. Это было близко. До свидания. Я слышу тебя. Да кругом трупы. Но, по крайней мере, не активированные еще хат-краблины. Блин, я с тебя постоянно приходится промахиваться. Не хочу тебя подстрелить. Так, ну ладно. Ну вот, поджел. Все по вашим заказам, короче говоря. Так, здесь у нас должны быть доктора. А нет. К сожалению, их тут нет. Блин, ну просто... Какое-то капец творится. Жареное мясо. Осторожно. Герасим, что ты творишься вообще? Ну, я думаю, такой калибр прошит бы какой-то непонятный. Картонный. Потолочное перекрытие, в общем. Так, ну хорошо. Держи вверх. Пойдем к ней. Это не моя время. Не волнуйся, он человек. Если ты пытаешься избежать, я приду с тобой. Я не уверен, что мы должны идти к поверхности. Что, если мир узнает, что мы здесь делаем? Он говорит, подожди, говорит, возьми лучше ее. Мое время, говорит, еще не настало. Она говорит, подожди, говорит, он вроде человек. Я с тобой выйду. Он говорит, а может не надо? А что, говорит, если мир узнает о том, что... Что тут у нас происходило? Что мы тут натворили? Пистолет не могу взять. Яйцеголовые. Так, ну ладно. Короче говоря, я вас нашел. Это уже хорошо. Давайте тогда двигаться дальше. Дальше с нами теперь девушка. Извините, ты чувствуешь что-то горело? Ты не можешь это сделать. Давай аккуратно. Просто капец. Куда мы идем-то теперь? У нас там еще полно мис, куда можно двинуть. Но я надеялся. Может, там кнопка какая-нибудь была на панели, я не знаю. Это мы-то дураки? Да ладно, ладно, дайте проси уже. Так, эту дверь мы не можем открыть. Давайте-то я все аккуратно двинули. Возможно, мне на самом деле нужно больше патронов. Так, ну хорошо. Давайте осмотрим. Это же... До чего неприятная тварь. Еще эта рука торчащая из груди. Ох, пакость. Не знаю, пистолет в данной игре это, по-моему, достаточно убойное мощное оружие. Не могу сказать, что я хочу проходить с ним всю игру, но, пожалуй, вот если бы я на самом деле тут находился, я бы один пистолет ей дал. Хоть маленькая помощь мне бы не помешала. Так, здесь у нас еще один труп. Здесь у нас так... Ты у нас отдыхаешь тут, что ли? Так, хорошо, давай убираться отсюда. Я не уверен, что ты... Не уверен, что ты сможешь пойти со мной. Да, блин. Да, где ты? Ого. Искусало всего. Так, ладно, ты тут побыть. А мы сейчас сходим проверим по-быстрому все. Мне кажется, с помощью этого сервисного туннеля мы попадем по другую сторону, то есть закрытые двери. Так, куда у нас Герасим-то подевался? Или он решил с тем яйцеголовым остаться, что ли? Я не знаю, просто. С ним, конечно, поспокойнее было. У него пушка убойная просто. Надо себе такую же найти. Так, хорошо. Ачумент. Ачумент это всегда хорошо. Офигеть. Офигеть. Это какая высота? Это на какой глубине мы так-то находимся? Что потолка не видать? Еще сколько вниз падать, если что? Замечательно. Просто замечательно. Гордон Фримен, ты попал. Твою мать. Ой, блин. Ой. Ой, я не хочу туда идти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, сохранимся нафиг. Мне всю жалую снутри, я думаю. Ну. Ну, поняли, что я думаю. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай. Ну. Ага, ну. Твою мать. И все равно донизу не упала. Так, ну я не уверен, что я туда смогу подняться. Ну ладно, давайте двигаться. Выбора-то у нас особо нет. Девочка, похоже, там осталась. Придется ей без меня как-то разбираться. Но, по крайней мере, у нее там безопасно. Если она не попрет, конечно, к пулемету. Где-то мы находимся. Только не говорите. Не говорите мне, что это... Что это вообще такое. Так, ну что, дружок. Спасибо за пушку. Ты мне сильно помог. Мы отключили, собственно, турели. Это хорошо. Хорошо. Магнум, я думаю, мы припасем на особо клинический случай. Чего на хат-крабов-то тратить? Кто шумит вообще? Отсюда мы пришли, по-моему, нет? Нет, тут мы не были. Оп, как обычно. Первый блинком он. Я слышу ворд. Где он? Вы слышали? Где-то здесь, в артигонте. Это не очень хорошо, но они не особо страшные противники, но неприятные. Шараш с током. Ничего хорошего в этом нет. Так, ладно. Шараш с током. Шо? Подожди, а что там внизу-то было? Ладно, пойдем сюда пока. Пока идется. Надо было по бочке стрелять, что же я. Так, хорошо, как не тебя. А, ну зачем мне это кока-колу вообще? Так, ладно. Помещение все хуже и хуже. Теперь мы уже в общем каких-то технических отсеках. Так, патроны теряются. Было 2,12, стало 6,8. Нормально. Значит, этого хотя бы можно не беспокоиться. Ой, блин, ты что так выскакиваешься? На солдаты тут спасать? Отличные новости. Ты только так больше не выпрыгивай, а то спасать будет некого. Так, ну раз не в ту сторону, наверх, то давайте... Давайте осмотримся маленько. Что у нас тут есть вообще? Ох, твою мать. Мда. Тут у нас не откроется. Обалдеть. Кругом, короче, эти твари. Это уже не просто какой-то прорыв. Так это именно... Уже вторжение полноценное. Обалдеть. Так, ну что, давайте мы на этом закончим, наверное. О, вижу, вижу. Хорошо. И в следующей серии уже будем со всем вот с этим разбираться. К нам будут военные. Это отличные новости. Они нас определенно спасут. А мы будем все так же пробираться наверх. Игра просто офигительная. Сделана на уровне первой части и где-то даже выше. Надеюсь, вам понравилось. Понравилось. На вид, что понравилось. Я читаю комментарии. Спасибо за проявленный интерес. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok